всем привет дорогие друзья и у нас сегодня продолжение прошлого влога в котором вы увидите куда же мы переехали и куда мы прилетели прилетели с жаркой страны подписывайтесь на канал кто еще этого не сделал и мы начинаем итак мы прилетели садились так знаете вправо влево его так от ветра вправо влево такого еще честно говоря не видел ни разу чтобы так сажали самолет но никогда например понравилось мне честно говоря не очень как-то непривычно вот и в представляете здесь прям море тут рядом вот она прям видно его давненько его не видела целых целой сутки уже не видела море а знаете какое-то море так мы теперь ищем обмене нужно что-то поесть то пошли до вот тут вот тоже есть курочка смотрите как киевси в этом пописи мы обменяли 100 евро это две тысячи триста сорок примерно не помню шейкелей боже какая красота посмотрите на это так там дальше больше нет едальных заведений я предлагаю туда не ходить никон повернись ко мне никон никон так вот проводит паспортом и продлевается таким образом вай-фай то есть не продлевается это первый раз двери открывается нет это брюки превращаются превращаются брюки да я помню слушаем и мы мы же помнишь так прошлый раз тоже учились а так вот что нам принесли смотрите никому принесли гамбургер показывай ником ником показывай не как занят извините так гамбургер снащил зерску а руки у тебя чистые нет естественно так тогда возьми вот там вот салфетки в этом пакете про 3 и потом показывай уникальные салфетки они только что намочили мне две косметички то есть видимо там чуть-чуть как бы она когда вылезает а нет нет или далеко не убираем она начинает все подряд просто намачивать так чтобы не пришлось косметички переложить на сушку вот в этот вот пакет так и теперь значит да и мне пришлось положить на сушку вот в этот вот пакет и значит это пакет с едой с нашей ну давай ником показывай нас приколы да потому что я выпью 2 а так тут гамбургер показывай ну слушайте похож как туда в обычный гамбургер короче да ну и здесь видно вот курочки сус совсем мало прям вообще лучше бы курицу взяли нормально и можно чувствовать ну да есть тут нечего особо вообще не усадить реку три кусочка курочки но и кола диетическое мы не наелись не как мы не наелись нам не наелись поэтому мы взяли еще картошки это не то картошки не каната жмита картошка лишь хотел такую картошку но может у них нету так ладно в общем и взяли в тысячу сырных палочек мы взяли еще курицу но она уже большого размера степы очень маленькие ножки покажу вам косточку и вот этого здоровья и это конечно больше а это еще главное очень острая мы тут еще нашли аптеку и хотим посмотреть можно ли здесь что-либо купить без рецепта так интересно пока ассортимент похожий все не такой ветер вообще смотрите какой ужас это вот мы в такой витрила садились конечно самолет шатала вправо влево красивый лифт банки такие разные и потолок очень оригинальный ага сейчас идем да друзья я сейчас смотрю на этот целый аэропорт думаю что он мне высотой напоминает какой нибудь театр потому что он реально очень высокий они используют центральные прожекторы для освещения уже практически 4 часа вечера мы поспали немножко так как вот у нас получилось на коляске головой коляске прислонились и как-то так удалось немножко поспать ну потому что всю ночь мы не спали естественно и предыдущую эту ночь мы спали очень мало поэтому практически может две ночи не спали и нам еще целую ночь опять не спать в общем кошмар поэтому для бодрости решили выпить чего-нибудь горяченького и вот пришли в кафе взяли тут себе капучино и чай и сейчас забыли там кое-что взять из сумки принесет мне никон сумку и будем пить чай немножко поснимаю вам тут магазинчики хотела вам там поснимать так сувенирный магазин был такой хорошенький там все такое супер русская но неудобно снимать там мужик прям стоит продавец и как-то прям вообще рядом рядом и ну вот примерно кстати он такой же похож на этот по моему здесь дороже немножко мне кажется я думаю что вот это вот глаза это от глаза скорее всего потому что это везде так и в индии вот такие глаза от сглаза и в израиле такие глаза от сглаза продают творите какая прелесть девчонки и книжечки такие вот записные не знаю я с собой главное не взяла денег совершенно вообще ни копейки поэтому не могу ничего купить ну и здесь видите похоже такой магазинчик он самолетики продаются всякие ужаса дурдом какой-то нужно самим все это клеить делать и взвешивать причем первый раз нас отправили выкладывать там целый килограмм из большого чемодана потому что было 25 нужно можно 24 но лучше 23 но 24 нормально потом когда мы все переложили вообще получился 21 килограмм мы еще обмотали этот чемодан но и в общем короче говоря сейчас вот мы приклеиваем сами сейчас мы приклеиваем сами здесь эти бирки так мы пришли в зону дьюти-фри и такое табло висит кстати ребят продолжается как бы у нас разгадка куда мы летим и сейчас где мы находимся кто кто отгадает пишите в комментариях где мы сейчас где мы были в общем пишите интересно кто из вас догадается тут корт написано значит нам туда здесь на каждом шагу вот такие вот штучки ником подожди секунду а мы в такой были уже да такие с колбаску сэндвичи пирожки какие-то это на такой бы съелась чем они кофте шоколадный что ли он не так как ты думаешь от шоколадный что ли какой-то или это курочка вы прям все аппетитно аппетитная я хочу такое такое хочу так ну пойдем ником куда ты там нашел то а сейчас я вам покажу большую такую как бы ну с одной стороны это подсказка с другой стороны это просто очень интересно покажу как выглядит этот аэропорт посмотрите видите что это спереди это взлетно-посадочная полоса а это море сейчас не так четко видно к сожалению как это было утром видно и и и опять мы заходим в лифт и 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 а с бара это что смотрите-ка тут какое интересненькое все у нас по моему с баррой нету до питере о сколько тут пицц всяких разных а так еще раз мы решили взять тут пицца немножечко потому что уже прошло время мы опять голодным и по чуть-чуть так едим вот и все еще раз уже в самолете уже нормально покормят да вот здесь мы взяли вот взбара пиццу стоило нам это 500 чем-то видите такой тут пространство огромное пустое а там было сейчас огромное количество народа там гейты были а мы идем в свой гейт вот еще тут всякие кафешки но они одинаковые но выглядит очень аппетитно то есть даже когда уже сходишь в кафешку все равно хочется еще а это вот уже и гейты пошли понимаю зачем мы идем когда надо было ехать на эскалаторе хотя уже мы практически пришли у нас d10 а тут уже вот до 6 идет starbucks starbucks правильно на в которой в котором я была только один раз за последнее время то прошлом году через этот аэропорт мне кажется я не знаю не знаю как это было но он так быстро просто .